Всем привет! Надеюсь, в сегодняшний день вы добрались до четвертого урока по построению сенсорной сети. И сегодня мы с вами будем учиться контролировать список пользователей, которым разрешено запускать вашу сенсорную сеть. Если говорить более корректно, то сам процесс контроля доступа пользователей к запуску сенсорной сети сводится к следующему списку задач. Вы создадите реестр или список разрешенных пользователей в сайдчейне AeroLab. Вы добавите туда адрес в эфириуме того пользователя, от которого хотите, чтобы запускалась ваша сенсорная сеть. И вы обновите экземпляр Аиры, который по факту будет из себя представлять пока что находящийся у вас один источник данных, для того чтобы ваша Аира научилась работать с этим реестром, сохраненным в сайдчейне AeroLab, и брать оттуда адреса, которым вы как администратор разрешаете запускать источники данных. То есть по факту, когда мы с вами говорим, что мы с вами хотим ограничить список пользователей, которым можно запускать сенсорную сеть, по факту мы говорим о том, что мы создадим в публичном реестре список адресов, и каждый источник данных, то есть каждый экземпляр Аиры научим работать с этим источником данных. То есть расскажем вашему экземпляру Аиры, по какому адресу находится список пользователей, которым изначально запускать, и Аира каждый раз, когда будет получать сообщение через IPFS из приложения вашего на запуск и сбор данных, она будет сначала проверять, а есть ли адрес, который подписал сообщение в списке разрешенных у нее для запуска. Так вот, для того, чтобы это начать делать, нам нужно с вами начать работу вот с таким вот децентрализованным приложением новым. Называется оно DAPP ASL. ASL это паттерн, сокращение от паттерна Access Control List. Вот, и чтобы с ним начать вам работать, вам необходимо иметь эфир сайдчейна AiroLab. Не переживайте, получить его довольно просто будет, вам его много не надо, одного эфира вам будет за глаза. И чтобы его получить, вам нужно зайти будет в группу, в сообщество и написать про сообщение. Ребят, подкиньте эфира для прохождения уроков на такой-то адрес. И мы вам, кто-нибудь из команды вам перешлет. Если уж будет в будущем постоянный и со всех концов мира запрос на эфир, мы уж крайних прикрутим, а так для ради 10-15 человек можно и ручками отправить, это будет быстрее. Поэтому заходите по ссылке в описании к этому видео в группу в Телеграме, пишите, ребят, дайте эфира, и мы вам отправим, я думаю, довольно быстро. Ну, обычно в течение часа мы реагируем на сообщения. Вот, когда вы получите эфир в сайчене AeroLab, ну, он так же, как и абсолютно в любом другом тест-нете или в мейнете, он отразится вот так вот, как основной. Вот у меня тестовых 99,98 эфира в сайчене AeroLab. Вы его так же увидите здесь в Метамаске, и после этого, в принципе, будете готовы поработать с ДАПП Аксесс Контрол Листа. Для этого вам нужно для начала создать умный контракт в сайчене с реестром. Нажимаем в левой части ДАПП кнопку «Создать Аксесс Контрол Лист». Проверяем, что у вас здесь в Метамаске выбрана стоимость газа 20 ГВ, в принципе, число любое пойдет, главное не ноль. С нулем будут проблемки. Вот. В общем, нажимаете на кнопочку, выводится окно Метамаска, проверяете, что газ не ноль, и нажимаете «Подтвердить». После этого, вот, увидите такое сообщение с адресом. Что здесь советую сделать? Так как обозреватель блоков, находящийся по адресу sidechain.aero.live, не эзерскан, то есть он довольно простенький, я вам советую просто после того, как поймаете сообщение с адресом, сохраните его в любой текстовый файлик. Вот как сделал я. После того, как у вас создался этот PUS-адрес, вы можете его ввести в правой части DPP и перейти на внутренний интерфейс, в котором есть три простых функции. Проверить адрес, добавить адрес и удалить адрес. Все это касается адресов, которым можно запускать вашу сенсорную сеть. То есть, давайте мы сейчас проверим. Вот, возьмем мой адрес отсюда, скопируем, ставим здесь, пишет, что нету такого адреса. Нажимаю кнопку «Добавить данный адрес». Снова проверяю, что газ не ноль. Подтверждаю. Жду пока транзакция поселится в аэровавовском сайчейне. Выдает уже сообщение, что все хорошо, но я не увидел сообщение от MetaMask, что все хорошо. Вот, все, видите, теперь добавился, ну а удалять я ничего не буду, но то же самое, знаете. Можно удалить адрес и тем самым отвальтеровать тех, кто надоел вам, что пользуется вашей сенсорной сетью. В общем, все, я создал список разрешенных пользователей в сайчейне и аэровав, добавил туда свой адрес, проверил, что он добавлен, что теперь я могу делать. Первый момент. Вам очень важно обновить ваше децентрализованное приложение, которое вы использовали в предыдущих уроках для того, чтобы работать с сенсорной сетью, то есть отправлять запросы с интерфейса и получать ответы. Вот я его сейчас открыл. Вот вы помните, на чем мы остановились, что мы поменяли с вами модель поведения или уникальный идентификатор в общем потоке данных и я добавил как источники данных свой экземпляр АИРа и экземпляр АИРа Саши Старостана. Вот, что важно, мы сделали несколько изменений в конце прошлой недели, и эти изменения вам нужно внести в ваш форк от Rabonomics Winter School 2018, который вы форкнули от Аиролабовского. Делается это также через Compare. У меня вот внесено изменение. Видите, оно последний запрос на... Я сделал мердж. Что за изменения? Изменения касались того, что обновилась IPFS библиотечка, и нам нужно было поддержать эти изменения. Если вы не сделаете обновление, то есть не обновите ваш форк, то состояние последнего, актуального состояния из AiroLab Саши Арбономикс Winter School репозитория, то у вас не будет нормально работать. В принципе, ваш даб. Поэтому обязательно обновляйтесь, и обновляйте не только мастер-ветку, но еще не забудьте, что вам GHPages тоже надо обновить. Видите, я тоже сделал запрос. Все это делается, как и до этого рассказа, в следующих уроках. Находите на GitHub справа Compare. Меняете, что вы не предлагаете внести изменения из своего форка в основной, а через какого-нибудь промежуточный аккаунт указываем, что мы из AiroLab хотим в ваш форк внести изменения. Как видите, изменений нет, потому что я уже внес данные изменения. Ну, а вы, я думаю, также увидите здесь, все помните, как увидите здесь кнопочку создать Pull Request, потом этот Pull Request надо принять и подождать минут 5, пока GHPages подтянут эти изменения. Вот. Поэтому обновляйте ваш форк с DAPP и в мастер-ветки, и в GHPages. И после этого открываете терминал и подключаетесь уже к Airo. Вот. Так-то, конечно, можно и в другой последовательности сделать, но... Так, у меня какой там адрес был. Сейчас вспомню. Так. Включаюсь к Airo. Дальше. Как я сказал, мы сделали изменения в репозитории Abonomics Winter School, касающиеся и Airo. Легче всего просто удалить репозиторий на Airo и склонируйте его снова. Ну, или можете отменить, конечно, изменения, которые у вас локально сделаны, а потом притяните через гид последнее обновление. Ну, я думаю, проще вам будет просто удалить и заново склонировать репозиторий. Когда вы его склонируете, вы увидите следующее изменение. Сейчас я выведу его. Так, перехожу в директорию. И здесь, смотрите, появилась поддиректория Fujiweather, нижнее подчеркивание, ACL. И с ним мы с вами должны будем проделать довольно схожие изменения, которые делали в предыдущих уроках. А именно, мы с вами должны снова отредактировать в скриптах рабочий узел для того, чтобы раскомментировать строчку. Ну, да, как мы с вами скачали репозиторию. Строчку, которая позволяет отвечать Аире на приходящие запросы для запуска ее как источника данных без контракта. То есть, вот эта строчка. А еще, посмотрите, чуть выше есть точка, которую мы тоже обновили, которая теперь закрепляет файл и отправляет на добавление в IPFS через публичную ноду Infura. В принципе, это не опасно, потому что в отличие от стандартных подходов к использованию серверов сторонних, когда вам сервер выдает URL, здесь у вас хэш-ориентированное хранилище в IPFS сети, поэтому добавленный файлик на Infura и выданный пользователю хэш не будут позволять. Ладно, вернусь, попросил тут ребят не шуметь сильно. Сейчас тогда дозапишу и будут дальше шуметь коллеги. В общем, мы добавили так, чтобы вы использовали публичную ноду Infura, потому что она всегда в онлайне, в отличие от вашего экземпляра Аира, который вы за 10 минут до момента запуска запускаете в вашей виртуальной машине. И мы думаем, что это ускорит процесс работы. При этом никак на безопасности сильно не скажется. Так что используем теперь вот такую строчку. Она идет по умолчанию в обновленном репозитории Robonomics Winter School. И все. Раскомментировали, в общем, в Worker Node. Сохранили изменения, закрыли. И потом нам с вами нужно еще отредактировать файл запуска. Здесь в прошлый раз мы редактировали модели. Смотрите, так как я удалил с изменениями, мне модель поведения заново нужно снова скопировать из дапа. Но она вот у меня здесь записана. Вот еще. Подтупила машинка, пришлось ее к жизни привести быстренько. Ну вот, вернулся к записи. Вот модель надо заново скопировать, вставить. И смотрите ниже Contract Address of ACL Storage. Вот здесь вот надо заменить на созданный вами Access Control List. Вот он у меня здесь скопированный. Пожалуйста, соблюдайте регистр, потому что здесь проверяется, есть чексум проверка. То есть, если вы, хоть это незначимо в целом, что у вас F заглавное или F маленькое, но вот для корректной работы в нашем случае DAPP и AIR вам желательно, чтобы регистр сохранялся. То есть, как вам выдал здесь DAPP работающий с Access Control List, так, пожалуйста, сделайте, чтобы регистр сохранился тем, который выдан. Ну, в общем, выдан адрес, имею в виду, конечно. В общем, вставляем здесь адрес контракта, хранящего список разрешенных пользователей ваш. Также сохраняем изменения. И теперь нам нужно пересобрать данный пакет для AIR и посмотрите, чтобы не допустили ошибки. NixBuild, ключик F, release, точка Nix. До этого Fujiweather, мы, то есть, из поддиректории Fujiweather собирали пакет. А сейчас нужно не забыть, что Fujiweather ACL. Мы его пересобираем. Дождемся, пока пересоберется. Займет это у нас чуть меньше минуты. Все. Теперь прописываем переменные окружения, не забываем. И можно теперь ROS-сервис ROS-launch Fujiweather-ASL Worker-launch. Запуск. Все. Узел запущен. Возвращаемся в DAPP, который опрашивает AIR-у. С источниками настроенной работы. Модель мы прописали в AIR-е. И теперь отправляем запрос от адреса, который у меня внесен в Access Control List. Вот. Давайте отправим. Посмотрим. Посмотрим, как у нас здесь, на AIR-е. Не видит. Давайте как уже повелось не в первом и записи видео со второго пинка, наверное. Давайте посмотрим. еще раз обновляю. Отправляю сообщение. Вижу, что надо было перезагрузить перезагрузить ДАПП. Изменения не подтянулись. В общем, result hash KWV и возвращаемся в ДАПП. и результат пришел. Снова температуру мы посмотрели. 5 градусов, облака все так же. Погода сильно не меняется около горы Фузияма. Что теперь сделаем? Давайте аккаунт поменяем. Давайте выберем другой аккаунт. Например, вот этот. Эфир нам не обязателен для того, чтобы отправить сообщение. Главное, чтобы ключик был. Отправим сообщение. Посмотрим, что пришло в IORUM. Опачки. Вот и мы поймали сообщение, что отправителей нет в списке аксесс-контролиста. Пропустите операцию. Давайте еще раз вернемся. в RAID пойдем. Вернем снова аккаунт первой, который есть в списке. Перезагружается TPP и снова отправим сообщение. Так, вот пришло мой адрес. Вот хэш xe 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 файлик вот файлик стал доступным и вот погода снова. В общем, вот мы с вами научились работать с аксесс-контрол листом. файликен trust xe xe Продолжение следует...